Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я сегодня хочу затронуть тему очень сложную и для меня, и для вас. Для меня, помимо всего, трудно рассказать очень простым и доступным языком, что спрятано в официальных отчетах, которые можно найти в интернете. Кстати, меня легко будут понимать работники, которые разбираются в экономике, в сфере финансов, в бизнесе. Им достаточно зайти на те ссылки, которые я озвучу, и они могут просто проверить и убедиться в тех моих словах, которые я буду говорить. Здесь ничего сложного нет. И вообще, здесь является сложным только то, как это донести массово, упрощенно для тех людей, кто каждый день не занимается финансами, не знает, что такое банки. Вот это, наверное, для меня будет очень сложно. Но, тем не менее, я постараюсь максимально упрощенно все сказать, чтобы вы понимали, что существующая система единого, так называемого, накопительного пенсионного фонда, она, по сути дела, преступная. Я не побоюсь этого слова сказать. Это модель, которая повторяет политические процессы в нашей стране, когда власть в лице Назарбаева полностью находится в ее руках. Соответственно, когда существует монополий на власть, так получается, что и формируется монополий на экономику. Что значит монополий на экономику? Это значит, когда все основные, крупнейшие производители материальных ресурсов, которые пользуются спросом за рубежом, за них вы получаете, или он получает, точнее, доллары, находятся в его собственности или под его контролем. Это ему позволяет делать, что он хочет. Зарабатывать супер миллиарды, если, конечно, эти отрасли доходные. Ну и манипулировать, зарабатывать на том, что он управляет этими процессами, валютными активами, имуществом нашей страны, которую он присвоил. И вот просто сидеть на государственной должности, монопольно контролирует власть, соответственно, монопольно контролирует экономику и зарабатывать десятки миллиардов долларов. Собственно, именно поэтому Назарбаев цепляется за власть. Многие задают вопрос, ну что он же не нажрался, хватит уже, пускай ушел бы. Дело закончится для него следующим образом. Если он добровольно отдаст власть, то, конечно же, народное правительство начнет проводить расследование. И выяснится, что он просто нагло крал десятки миллиардов долларов. Мы, во-первых, его, безусловно, посадим, конфискуем всю собственность. Поэтому я отвечаю на вопрос, почему же он цепляется? Неужели он не нажрался? Он даже не сможет убежать куда-либо, потому что настолько открыто и нагло было воровство, десятки лет нахождения его во власти, что по законодательству практически любой страны он попадает под законы международные. По отмытию капиталов, по коррупции, по рэкету и таких законов практически в каждой стране. А он же хочет жить в хорошей стране, он же не хочет приехать в африканскую страну со своими миллиардами, пусть даже африканский президент его друг. А там налетят черные африканцы и своим мачете его порубят, отберут у него деньги и жизнь. Вот, собственно, к чему приведет, если он спрячется в какой-то африканской стране. Поэтому он будет прятаться в таких серьезных странах, где хорошее законодательство, где защищены инвестиции, где есть права, где сложно человека экстрадировать, если в этом будет только политический мотив, как, собственно, со мной было. Если бы власть доказала, что я действительно крал миллиарды, меня бы давно бы экстрадировали из любой страны. Но в каждой стране, где Назарбаев пытался меня экстрадировать, все время вылезало, что доказательства так называемые сфабрикованы. И высшие суды этих стран, в частности Франции, квалифицировали, что это идет политическое преследование политического конкурента. Ну и представьте себе, что Назарбаев и его ближайшие родственники бегут, например, в какую-нибудь такую хорошую страну. Мы что сделаем? Мы покажем все банковские переводы, покажем, как он крал активы. И мы его очень быстро экстрадируем обратно, а все имущество конфискуем и вернем обратно в страну. Именно поэтому он цепляется за власть и контролирует ее, и подавляет любые возможные атаки на его единоличную власть. Вот, собственно, почему такая модель выстроена. Вы должны понимать, что такое диктатура. Диктатура ему дает все. Итак, собственно, эта политическая модель привела к тому, что все пенсионные деньги страны, то есть ваши пенсионные доходы, которые вы из месяца в месяц откладывали через пенсионный фонд, и в итоге это все попало под управление Национального банка. Национальный банк председатель назначает Назарбаев. Все деньги, которые накапливаются в Едином пенсионном фонде, контролирует как бы Национальный банк, а потом они сидят у себя в кабинете и говорят, тебе так 100 миллиардов, тебе 100 миллиардов на твой бизнес и так далее, ставка такая. И вот он, получается, оперирует вашими деньгами, не спрашивая у вашего согласия. А деньги там большие. Чтобы вы понимали масштаб денег, который там собрался, свыше 10 триллионов на начало года. Если средний курс брать, ну, допустим, возьмем чуть больше 300, 330, например, да, курс. Он был где-то в 18-м, 330, где-то меньше был, потом поднялся. Ну, средний курс, где-то раньше был 180. Вот. Даже средний курс взять, он меньше, чем я сказал, 330. Вот представьте себе, что есть вот такие в долларном эквиваленте, мы делим 10 триллионов на 333 и получаем 30 миллиардов долларов. То есть, в этой политической верхушке, во главе с султаном Назарбаевым, в руках 30 миллиардов долларов ваших денег, которые они могут запихивать разные проекты, девальвировать, они же в тенге берут, не в долларов, обесценивать, вливать свои банки и, ну, и потоком какого-то периода вам сообщать, что вы якобы что-то заработали. Я вот сейчас в этой связи хочу показать, что вы не то, что ничего не заработали, вы их потеряли. Ну, я сначала хочу, чтобы было очень просто для массового потребителя информации, чтобы было понятно, что я имею в виду. Итак, 10 триллионов это порядка 30 миллиардов долларов было по старому курсу. Вы вот представьте, курс обваливается, деньги, что сейчас происходит, ну, становится 450. Вот буквально через максимум две недели курс будет 500. И вот представьте себе, 10 триллионов, которые совсем недавно были 30 миллиардов долларов, если поделить на 333, где-то через несколько недель при курсе 500 превращается, 10 триллионов делим на 520 миллиардов. То есть, получается, что вы вчера имели, ну, или мы все вместе имели пенсионных активов на сумму 30 миллиардов долларов, а к концу апреля вдруг они превращаются в 20. То есть, вы можете фиксировать убыток. Вы понесли убыток в размере 10 миллиардов долларов. То есть, мы все, вся страна. А теперь мы знаем, что цена на нефть сейчас стремительно падает. Вот вчера и сегодня курс колебался где-то 21, 22, 23 за баррель, за бренд. Что это значит? Это значит, что нефть Казахстана продается приблизительно за 15 долларов. У нас не бренд, у нас юрлс. Юрлс там отнимает несколько долларов. Премия за то, что международные трейдеры, продавцы продают, если продают. Нефть Казахстану в бюджет достается 15 долларов за баррель. Так вот, я вам что скажу. При такой цене бюджет практически ничего не поступает. Многие из вас говорят, пусть цена на нефть упадет до нуля. Мы все равно от нефти ничего не видим. Вы заблуждаетесь. Потому что минимум, как сам официально говорит министр финансов и ее отчетности можно прочитать, что минимум 44% республиканского бюджета формируется за счет нефтяных поступлений. То есть, чем выше нефть в цене, тем больше налогов в предприятии платит бюджет страны. И формируется республиканский бюджет. Раньше был порядка около 30 миллиардов долларов. И вот представьте, что если цены будут низкие, бюджет будет вместо около 30 миллиардов, 15 миллиардов долларов. Значит денег будет меньше. Что это произойдет? Это значит будет проблема выплаты заработной платы бюджетным работникам. Не будет проводиться работы строительные. Будет проблема оплачивать образование в школах. Вы прямо на себе это почувствуете. Вы зря говорите, что нет, пусть до нуля падает. Это нас все равно не касается. Нет, касается. Ваши дети не смогут ходить в среднюю школу. Ваши дети будут испытывать проблемы, чтобы пойти просто в детский сад. Потому что куча детских садов есть, которые субсидируются государством. Ваши дети не смогут получить бесплатное высшее образование. Не будет грантов. Не будет фактически возможности оплачивать работу медицинских работников. Но вы если оглянетесь, то есть и Акима, Акиматы, районы, все прочее. Они все будут в такой ситуации, не смогут получать зарплату. Поэтому вы заблуждаетесь, когда говорите, что ваша жизнь не зависит от цен на нефть. Более того, когда нефтяная компания получает деньги, когда цены растут, начинает вкладывать деньги. Бурить новые скважины, новые какие-то месторождения, трубы на них. Там работают строители. Больше потребление электроэнергии. Цемент потребляется. Люди получают заработную плату, начинают тратить. Покупать одежду, мебель, в кафе, ходить в рестораны, парикмахерские. Оплачивать учебу, ездить в конце концов куда-то отдыхать. И вот представьте себе, если доходы нефтяных компаний резко уменьшаются, они выбрасывают на улицу огромное количество людей. Они прекращают платить деньги за строительство, за бурение. И другие разные услуги. Значит, вы потеряете работу. Я не случайно говорю, что в течение полугода дополнительно на рынок труда будет выпрошено около миллиона безработных людей. Около миллиона. Представляете, масштаб того, что надвигается. Поэтому, когда наши граждане думают, что цены на нефть никаких не влияют на их жизнь, они заблуждаются, потому что именно цена на нефть, у нас структура экспорта, вот нефть и другие нефтепродукты связаны с сырьем. Мы больше 80% экспортируем за рубеж, получаем твердую валюту. И эта твердая валюта позволяет вам купить завтра импортные товары. А мы все покупаем. Технику, телефоны, одежда. Ну, все абсолютно покупаем за валюту. Вы покупаете за тенге, но та торговая компания, которая продает у себя в торговом центре, они покупают за рубежа, за валюту. Если в нашу страну будет поступать меньше валюты, значит поступать будет меньше товаров, значит цена у них будет расти, и вы наступит момент, когда не будете иметь возможность приобрести самое элементарное. Потому что у вас зарплата в тенге, относительно в долларах, вы будете получать в два раза меньше. Ну, было такое уже, правильно? Поэтому вы должны понимать, как складывается экономика страны. Итак, я сейчас вам какие-то простые вещи объясняю, для того, чтобы объяснить более сложные вещи. Как работает вообще движение денег. Вчера я говорил, что если правительство срочно и экстренно не примет меры, то наступит ситуация, когда банки не смогут возвратить долги. Какие долги? Банк как оперирует? Это финансовый посредник. Он их не печатает деньги. Многие говорят, вот вы когда были председателем Совета дикторов банка, почему вы не давали по 2-3 процента? Почему вы не раздавали деньги? Извините, а чьи деньги? Банк принимает деньги от населения на депозит. Например, население кладет по 10-12 годовых депозит. Юридические лица тоже кладут. Банк набрасывает свои 3-4-5 процентов сверху и размещает кредит организации, населению, кому-то выдает. И вот эта разница, 3-5 процентов это доход этого банка. Если банк отдаст по 2-3 годовых кому-то кредит, при этом взяв по 10-12, банк попадает в убыток. И что тогда будет? Тогда банк будет не в состоянии выплатить на тот депозит, который вы у себя держите в этом банке под определенный процент. не может вам заплатить. Более того, он вообще вам не вернет ваш депозит. Понимаете, как это устроено? Поэтому, если кто-то хочет сказать, что должно быть как на Западе, 2-3-5 годовых, вы должны понимать, для этого населения должно класть деньги под 1%, под полпроцента годовых. На Западе это и есть. Почему? Потому что там практически нет инфляции. Цены стоят в мертвую. 1% максимум годовых инфляции. У нас только по официальной статистике 5-6% инфляции. Ну, в реальности вы можете увидеть на рынке продовольствия за последний только месяц 30-50% рост произошел. Поэтому, когда официальная статистика говорит, что 5-6% инфляции, вы должны понимать, что инфляция выше. Соответственно, ну, невозможно же деньги положить ниже инфляции. Вы приходите в банк, вы кладете выше уровня инфляции. Или в учетной ставке, в конце концов, национального банка. Сейчас учетная ставка 12% и вы в тенге положите не меньше, чем эта учетная ставка, как правило. Итак, что на самом деле происходит? Происходит следующее. Ваши деньги обесцениваются стремительно. Стремительно обесцениваются, они превращаются в фантики. То есть, вчера в долларах это было 30 миллиардов, сегодня это 20. И когда курс тенге к концу года еще больше сильно обвалится, сейчас никто не знает, насколько. Ну, например, условно, скажем, тысячу. А это реальность. Мы поделим 10 триллионов общих количеств денег на тысячу, мы получаем 10 миллиардов долларов. То есть, получится так. Вчера все пенсионные активы, то есть, вы имели денег, допустим, все мы, как одна страна, 30 миллиардов, а завтра эти деньги превращаются в 10. Вы потеряли 20 миллиардов долларов. То есть, 70% денег вы уже потеряли. Но представьте себе, что вы же накапливаете годами эту пенсию. 10 лет, 20 лет откладываете, откладываете, и вы же знаете, что было 20 лет назад. 20 лет назад, или даже там больше, ну, в начале 90-х годов, возьмем 94-м году, 93-м году, тенге к доллару был 1 к 4, а сейчас 450, то есть, в 100 раз. Вот представьте, что вы тенге кладете, 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 оно у вас обесценивается в долларах, обесценивается, обесценивается. То есть, наступит момент, когда, вот мы сейчас с вами считаем 30 миллиардов, а через 5 лет курс будет, ну, например, 5 тысяч. Легко. Ну, это же вот реальность. Вы сейчас увидите, как до конца апреля курс будет 600. Вот будет 5 тысяч. Поделим 10 миллиардов на 5 тысяч. 10 триллионов, точнее говоря, тенге на курс 5 тысяч. Получаем 2 миллиарда долларов. То есть, представляете, сегодня у вас было 30 миллиардов, а через 5-6 лет станет 2 миллиарда. То есть, вы потеряли почти 90, больше 90% своего вклада. Это вы будете работать 20 лет, и через 20 лет вы обнаружите, что все, что вы накапливали, 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 добавлялись, они обесценились, больше, чем на 90%. Вы понимаете, да? Когда национальная валюта обесценивается, неустойчивая, к чему это приводит? Вот, собственно, я сейчас хотел показать, как обесценились ваши деньги и почему. Итак, если посмотреть отчет Национального банка по итогам 2018 года, 2019 год они еще и не дали, это в апреле они должны, в конце апреля, по-моему, отчет нас опубликовать. Поэтому я оперирую данными, которые есть официально. Так вот, представьте себе, что почти 80% этих денег, порядка свыше 10 триллионов тенге, они размещены не в международные какие-то инструменты, не в доллары США или еще что-то, они размещены в тенге. И вот представьте себе, что эти деньги размещены в тенге по ставке 7-8 годовых, ну, например, государственные ценные бумаги выпускало Министерство финансов. Были еще имитенты банки, а все банки почти принадлежат Назарбаеву. И вот, вы когда вложили их при курсе где-то 300, потому что там пятилетние бумаги, больше есть срок, семилетние и все прочее, это было тогда минимум, там порядка, допустим, вы вложили 1000 долларов при курсе 300 где-то, а сейчас, когда будет курс 500, вы фактически, ну, даже 600, к концу апреля будет 600, вы два раза их потеряли, то есть вы вложили, у вас было 1000 долларов, эти деньги 2-3 года крутились, крутились, и вам сообщают через несколько лет, молодец, ты хороший поставщик денег, пенсионный фонд, у тебя было 1000 долларов, стало 500, поздравляем. Но, вы скажете, как? Как? Как я положил 1000 долларов, стало 500? А ему вам скажут, зато вы когда клали, это было, допустим, 300 тысяч тенге, а сейчас у вас 600 тысяч тенге, то есть вы заработали целых 600 тысяч тенге, но выясняется, что это не так, это не так, вы такую доходность не получаете. То есть я что хочу сказать, что на самом деле банки, имитенты дают вам 10 годовых, то есть, ну вы положили 300 тысяч тенге, получили через год вознаграждение 10%, ну не 10, там 7-8, то есть вообще ничего, потому что, если вы потом пересчитаете другой механизм зарабатывания, если вы эти деньги просто бы купили валюту и просто держали у себя под подушкой, они просто были бы, стоили бы те же самые 1000 долларов, но не 500 после девальвации, которые сейчас есть. Вы понимаете, что значит обесценивание ваших денег? Почему я говорю, что денег в пенсионном фонде нет? Вы купили 1000 долларов, на свои деньги отложили, в тенговом эквиваленте, через несколько лет обнаружили, что у вас в два раза стало меньше денег, а через 10 лет вы увидите, что у вас от них осталось 10%. И вот, есть такой сайт Национального банка, всеми деньгами пенсионных фондов управляет Национальный банк, у них есть управляющая структура, 80% денег вложено в тенге, 80%. И я вам так скажу, это Министерство финансов, выпустило на рынок свои бумаги и пенсионный фонд их купил, там 5 годовых, 6 годовых, 7 годовых. Эти деньги же размещаются в наши банки, Назарбаевские банки. Халык банк, Каспий банк, который с этой балды принадлежит племяннику Назарбаева. И там все банки, если посмотрят, АТФ, это окружение Назарбаева, вот там, или у Тимуратов, его тоже банки, эти пенсионные деньги попадают по ставке 6, 7, 8 годовых, они затем берут ваши тенге, конвертируют, превращают доллары, и на это разницы курсы, на обесценивать тенге зарабатывают хорошие деньги. То есть, фактически понимаете, каким образом обесцениваются деньги. Теперь я хотел бы показать официальные данные. Официальные данные звучат следующим образом. Оказывается, по итогам, по итогам 19-го года, это официальные данные, которые опубликовал Единый национальный пенсионный фонд, реальная доходность ваша составила чуть больше 1%. Вот представьте себе, всего лишь 1% вы реальная доходность. И то они врут. Что они говорят? Что инфляция по итогам 19-го года составила порядка 5,4%, а прибыль 6,57%. То есть, ваши доходы обесценились на 5,4%, но при этом якобы доходность 6,57%. То есть, вы больше 1% заработали в тенге. Но вы в это верите? И зачем вам эта так называемая тенговая доходность? Если у нас товары импортные, если вы за эти тенге сейчас их получив, год назад, которые были, вы уже не купите те же самые товары, которые вы легко могли купить год назад. Они у вас обесценились. Тенге обесценились сейчас по итогам апреля где-то приблизительно минимум в 2 раза. В 2 раза. А вам говорят, за то вы в тенге заработали 1%. Вы понимаете, как здесь идет по сути дела ограбление под видом того, что якобы вы заработали в тенге. Это пустая бумага сейчас, обесценивающаяся на ваших глазах. То есть, вы реально теряете доходы. Огромные, притом огромные. 10 триллионов это было порядка 30 миллиардов долларов. Сегодня они превращаются в 20. Еще несколько месяцев они превращаются в 10 миллиардов долларов. А эти деньги куда-то же деваются. Они же просто так не пропадают. Где они пропадают? Я проанализировал, куда они ушли. Они ушли, часть денег ушло в министерство финансов. Там они, чиновники, их понятно, вы знаете, где в регионах и так далее растаскивают. Затем они ушли, наши банки, которые все принадлежат Назарабаеву. И самое смешное, когда есть так называемые иностранные имитенты, вот я здесь смотрю, я среди иностранных имитентов кого обнаружил? Казминералс. Мы, оказывается, купили акции Казминералс. Это группа, которая занимается производством меди и, как известно, монопольным производителем меди является Нурсултан Азербайб. Это Балхаш Мез, это Джизказганские Сатпаевские предприятия, группа компании Казах Мез, которые они его назвали типа Казминералс. И мы, оказывается, имеем акции, купили и в отчетности квалифицируются как иностранный имитент. Они зарегистрировали компанию за рубежом и опять наши же деньги они впуливают в свои же проекты. Таким образом, если вы зайдете на сайт енпф.кз вы можете увидеть, куда прям детально, куда они вложили деньги. Я думаю, меня финансисты хорошо понимают. Вы зайдете на енпф.кз и посмотрите. Вот государственные ценные бумаги. В триллионы тенге забрал Минфин. Дальше идут смешно. мы покупаем бумаги иностранных государств, которые достаточно опасны. Перу, Чили, даже та же самая Россия. И обесцениваются их бумаги. Потом вы зайдете сюда, посмотрите депозиты. Открываете депозиты. Это все открыто. Я ничего не выдумываю. Смотрите, смотрите. Российский дочерний банк Сбербанк России. 50 миллиардов тенге пенсионные фонды вложили в этот банк. Дочерний банк Альфа Банк. Форте Банк это Утюмратов. Народный Сбербанк это 65 миллиардов это Тимур Кулебаев. Евразийский банк 47 миллиардов это тоже группа Евразийская. Машкевич, Шадиев, те самые миллиардеры Ибрагимов. АТФ Банк это Исимов тоже ближайший родственник и сподвижник Назарбаева. Каспий банк 20 миллиардов это Сатыбалды. Ну вот собственно вы если посмотрите куда они размещают получается они эти же деньги ваши пенсионные распихивают. Ну и представьте себе что таким же образом эти деньги уходят например на железную дорогу. Вы помните там гигантские деньги сотни миллиардов тенге ушли куда? Железную дорогу которая понесла просто нереальные убытки. десятки миллиардов тенге сотни миллиардов она понесла убытки. Вот представьте себе что железная дорога монополист. Ну слушайте вы монополист и эту услугу больше никто не имеет права оказывать. Как может быть железная дорога которая контролируется государством быть убыточной? Как это может быть? Это может быть только тогда когда там налажено тотальное воровство они тарифы сами устанавливают билеты они сами продают ну вы же понимаете что не может быть монопольная организация которая в которой вообще нет конкурентов иметь убытки и как эти убытки закрываются просто вытягиваются деньги из пенсионных фондов железная дорога якобы продает свою ценную бумагу пенсионные деньги туда запихиваются вы наверное думаете что государство выступает гарантом и вернет свои деньги но вспомните в азербайджанский банк ушло 250 миллионов долларов они там пропали был скандал шум ган и никто ничего не понял кто виновен вернуться они или нет были заявления что не вернуться потом вернуться ну а реальность такова что они вернутся ну откуда у государства возможности покрывать убытки более того у него у государства нет таких обязательств чтобы вы понимали это пенсионный фонд юридическая структура которая отвечает самостоятельно за все свои действия то есть когда эти деньги будут там похоронены они похоронены никто вам их не компенсирует ну и вот вам рисует 1% годовых в реальности это достаточно эти деньги кому-то не вернуть и все пенсионный фонд накрылся теперь я хочу показать почему они не вернутся вчера я говорил что общий кредитный портфель всех банков страны выданных физическим лицам и юридическим лицам составляет порядка 20 триллионов тенге вот представьте себе сейчас наступил кризис физические лица не могут оплачивать проценты не могут погасить кредиты юридические лица то же самое вы это видите у них сейчас проблема продаж карантин все остановилось люди сейчас не получают заработную плату даже не ходят покупать закрытые как они будут обслуживать свои проценты и возврат основной суммы никак тогда что наступает наступает момент когда банки не получают проценты не получают возврат кредитов и вы приходите за своим депозитом а вам банк говорит извини друг у меня просто денег нет у меня вот не вернули мало средний бизнес не вернул вот физические лица не вернули я не могу тебе отдать деньги то если вы понимаете что это значит это значит вчера я говорил что когда банки упадут вы не вернете свои депозиты вклады теперь я хочу показать что будет с пенсионным фондом основные деньги запихиванные государства и в банке это 80% всех ресурсов вот представьте себе что банков система не получает погашение кредитов от своих клиентов что это значит это значит что банки не могут вернуть займы которые они взяли у пенсионных фондов раз они не могут вернуть деньги пенсионных фондов значит все что вы до этого накапливали ноль ноль значит вы теряете все свои пенсионные вклады вклады теряют свои те кто положил депозиты юридические лица и физические лица и самое страшное люди там накапливали десятками лет свои средства на будущую пенсию они тоже его теряют это реальность это реальность такова что это может случиться и случится очень скоро промежуток времени не больше полугода вы видео все в сети останется вы запомните есть сейчас большая угроза что банки не вернут депозиты банки не будут в состоянии возвращать деньги взятые у единого накопительного пенсионного фонда объясню почему вот теперь смотрите вот сегодня вышел удивительный приказ удивительный бездарный непрофессиональный позорный и у меня даже слов нет чтобы сказать как это квалифицировать ну председатель Абулкосымова она хотя вчера была первым замминистра по-моему и с позором была перемещена другого ведомства я сразу скажу что это не ее вина она не виновата и у меня к ней никаких не может быть претензий ни обвинений ни квалифицированности и так далее здесь все шире и глубже дело в том что существующее правительство Назарбаева Тукаева она абсолютно не квалифицирована те проблемы которые я обрисовываю так называемые катаклизмы я сейчас выгляжу как человек который вас загружает тяжелой информацией а это реальность цены на ней падают реально Казахстан получает не более 15 долларов за баррель это реально они работают в убыток это реально сейчас будет массовое сокращение это к сожалению реальность и вот тем не менее в этих условиях можно бороться но для этого нужно иметь квалификацию я хочу вам показать какой низкий уровень квалификации даже не агентств финансового надзора потому что здесь собрались люди финансового надзора исполнителей вообще у нас все исполнители сидит один Назарбаев и его минимальный узкий круг они принимают решение спускают команду кто возражает в тюрьму кто возражает минимум это выгоняет поэтому эти солдатики я их сейчас даже не буду говорить что они не обладают квалификации они обладают на втором третьем уровне профессиональных грамотных людей в нашей стране достаточно вся проблема что у нашей страны во главе государства находится Назарбаев и масса неквалифицированных тупых людей и они не могут предпринять правильные действия поэтому сейчас речь не идет не о том что мы безнадежной ситуации в принципе мы безнадежной ситуации потому что во главе страны 30 лет Назарбаев и он вокруг себя подобрал людей по клановому признаку когда он его родственник по родовому признаку когда он его сосед когда он с ним делит деньги когда он его подельники они вместе похищают на всех уровнях бюджета страны и вот такая воровская шайка когда выстраиваются сверху донизу и когда цены на нефть были высокие это еще позволяло в целом находиться на плаву государству сейчас ситуация очень опасная я хочу вам показать итак вот вышло решение о котором говорил Такаев такими выпученными глазами стеклянными читая что ему написали и они говорят это после нашей критики они до этого говорили что я прошу банкам отнестись с пониманием чтобы они не требовали выплату основного долга и процентов а пение штрафы точно чтобы было не требовали было специальное распоряжение агентства финансового надзора пение штрафа чтобы не было ну бизнес должен был сказать спасибо Хасун Жамар Кемельевич ты такой благородный ты спас бизнес но что-то мы этого не слышали объясню почему потому что в эти три месяца который предполагается что банки не будут взимать проценты и основную сумму они заплатят его следующие три месяца то есть в два раза больше а как они заплатят если сейчас карантин если никто ничего не покупает все валится им нужно обслуживать платить людям заработную плату а денег нет у них реализации нет все стоит а тут им видишь ли такой подарок делают что ладно хорошо ты заплачь не сейчас а через три месяца или через шесть месяцев но от него этого приема толку никакого нет вы поэтому не слышите благодарность даже таких бизнесменов близких власти вы их не слышите спасибо Хасун Жамар Кемельевич ты такой молодец ты круто помог бизнесу вы ее слышали я не слышал потому что по сути дела это не помощь хорошо теперь финансовый надзор выпускает приказ я содержательную часть отдельно комментирую звучит так малому и среднему бизнесу там и третьим пятым и десятым которые пострадали от введения карантина и все прочее в течение трех месяцев не зимать проценты и основную сумму и теперь возникает вообще страшная ситуация что вы понимали это верх непрофессионализма он приводит к катастрофическим последствиям банковскую систему то есть банк я вам объяснил он берет деньги у населения у юридических лиц под определенный процент и выдает другим кредиты теперь правительство в лице Хасун Жамар Такаева и его исполнители выпускает постановление говорят а вы не берите проценты и основную сумму сейчас тогда банки скажет хорошо мы не возьмем но тогда тот кто пришел за депозитом скажет видишь тут вышло постановление мы тебе не можем вернуть он скажет как у меня договор вот сегодня ты должен вернуть мой депозит он скажет у меня денег нет а клиент скажет как денег нет ты же банк он скажет ну слушай там Такаев сказал постановил и вот финансовый надзор тоже чтобы понимали агентство финансового надзора контролирует деятельность банков дает им указания и все прочее и эти ведомства сказали чтобы я не требовал от своих заемщиков проценты и основную сумму и потом они заплатят ну а у меня сейчас денег нет я тебе не могу отдать более того вы придете в банк захотите перевести какие-то деньги а в банке денег нет почему денег нет потому что ему клиенты не вернули деньги не заплатили проценты они к нему приходят и он проводит платежные поручения не приходит он не может он не может вернуть депозит ни юридическим лицам ни физическим он не может провести платежи понимаете какая ситуация наступает то есть одним своим непрофессиональным решением они убивают всю банковскую систему ну кто-то из вас скажет да эти банки они Назарбаевская хрен с ними ну хорошо Каспий банк это банк Сатабалды племянник Назарбаева Халык банк это Тимур Кулебаев Назарбаева там Касанова и другие Фортобанк это помощник Назарбаева АТФ вот представьте себе что все банки прекращают работать или даже в качестве сравнения все банки прекращают работу ну или например все магазины которые принадлежат Назарбаеву прекращают работу и рынки рынки принадлежат Булат Назарбаеву вы сильно будете радоваться вы придете на базар он не работает вы придете в магазин он не работает у вас кредитная или банковская карточка тоже не работает поэтому мы же должны смотреть на как на инфраструктуру которая осуществляет платежи или инфраструктуру как торговые центры которые позволяют вам приобрести товар Если все это начинает прекращать работать, значит вы ничего не можете купить, вы не можете провести никакую транзакцию, вы даже на базар не можете прийти. Понимаете, да? Что это значит? Это значит, что этим решением правительство наносит удар, не важно, чьей они собственности, наносит банковскому сектору и банки начинают валиться. Я просто удивлен, что банки не возмущаются. Но на самом деле я вам скажу так, я знаю почему они возмущаются, теперь давайте мы посмотрим на суть приказа и поймем, что на самом деле было. Вы понимаете, это профанация. Вот вам сейчас сказали, что вы 42 500 тенге получите и там нужно тысячу бумажек собрать, вы бегаете по всем кабинетам, а коронавирус, карантин, вы будете где бегать? Все закрыто. Получается, что выпустили приказ, который не позволял вам получить 42 500 тенге. Вы говорите, вау, что ты делаешь такая? Где эти деньги я получу? Тут они выпускают следующее решение, что вы можете электронным образом через систему так называемый EGOV все получить. Сегодня вы видели, я выставил пост, что вы дистанционно все заполняете, этот сайт не работает. Не работает. И вы в электронном способе не получите доступ к этим денежным средствам. То есть правительство сделало все, чтобы вы ничего не получили. Они декларируют, что вы получите 42 500 тенге, полтора миллиона человек, вы их не получите. Ну бегают какие-то волонтеры, раздают там подсолнечное масло, один пакетик за один день, его большая семья съест. И все. То есть денег нет. Никакие 10 миллиардов не приходят. Теперь смотрите, следующая помощь. Медицинская помощь. Определили список людей, которые будут получать больше вознаграждений. Ну что говорят медики? Медики говорят, сколько раз было таких приказов, находят массу причин, чтобы мы их не получили. Ну вы убедились, да? Вот 42 500 тенге выпустили решение правительства, но доступа нет. Ну и медики справедливо говорят, мы к ним не получим доступа. Но когда делаешь расчеты, выясняется, что из 100% медиков так называемую поддержку получает меньше 10%. А где остальные 90%? Они разве не медики? Они тоже попадают на передний край. Участковый врач, он осматривает людей, к нему приходят на прием. Его нету. Только те, кто в режиме карантина врачей, врачей, работников медицинского учреждения учли. Получается, эта помощь как бы коснется 10%, даже меньше, медицинских работников, 90% выброшен. Что за помощь такая? Мы знаем, что в нашей стране около 10% более-менее живут, остальные живут бедные или нищие. И даже эта помощь медикам тоже, она эта профанация не больше 10%. Остальные теперь возмущаются, говорят, что за помощь. Там цена вопроса, я вам так, уважаемые друзья, скажу, всего лишь была порядка 100 миллионов долларов, если 3-4 месяца поддерживать наших медицинских работников. Цена вопроса, небольшие деньги в масштабах страны. И вот они умудрились так выпустить решение, которое привело по сути к конфликту, брожению, недовольству медицинских работников. Теперь смотрите, что они сделали по банковскому сектору. Вы сейчас хотите получить помощь, вы ее не получите. Потому что, когда начинаешь ее внимательно читать, выясняется, что кто имеет право получить отсрочку на этот период? Физические лица и юридические лица. Смотрите, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Ну, давайте так, будем считать. В 45-м году война закончилась, значит, это закончилось 75 лет назад. Ну, допустим, был такой ветеран, который в 20 лет войну закончил, значит, ему должно быть 95 лет. Мы знаем таких ветеранов, 95-летних, которые могли бы получить кредиты в банках. И вообще, они живые или нет? Вы понимаете, да? Или лица, приравнивые к инвалидам участников Великой Отечественной войны. Инвалиды и первый, второй групп. Лица, страдающие тяжелой формы некоторых хронических заболеваний. Вы верите, что эти люди, имеющие тяжелое заболевание, имеют работу, а банке нужно получать кредиты или залог имей, ну и обязательно работу? Пенсионеры по возрасту. Вы верите, что наши пенсионеры по возрасту имеют возможность получать, прийти и получить кредиты? Такие, которые можно было отсрочить и так далее. Дети-сироты и дети, оставшиеся без предпочтения родителей. Многодетные матери, награжденные подвесками от налка, кумисалка. Ну, я думаю, что их практически нет, которые имеют кредиты. Не полные семьи, а людям, которые получают государственную адресную помощь. Люди, которые получают адресную помощь, это нищие люди, по сути дела. Им банки никаких кредитов не дают. И оказывается, им можно прийти и сказать, что вот я получаю адресную социальную помощь, и поэтому мне дать отсрочку на три месяца. Ну, вы понимаете? То есть, здесь начинаешь, когда анализировать, выясняется, что тут выпущен приказ, там практически некому и получать. А потом нужно еще доказывать, что ты действительно потерял, если ты малый предприятие, какой-то малый предприятий, как его, частное предприятие, ИП. Нужно доказывать, что у тебя количество людей сократилось. Нужно доказывать, что твоя работа приостановилась из-за кризиса. Ну, вы же понимаете? То есть, здесь, я когда читаю уже содержательную часть, я понимаю, что никто не получит даже эту отсрочку бесполезную на три месяца. Понимаете, да? Ну, во-первых, даже если бы он такой приказ выпустил был реальный, который бы работал, было я еще раз говорю. Банки не смогли бы никому дать отсрочку на три месяца, никому не смогли бы дать, чтобы не был погашен кредит, потому что если бы банки это сделали, то они бы обанкротились. Итак, что мы видим? Мы видим, что по банкам решение, выпущенное правительством, не работает. 42 500 тенге не работает. Теперь нужно говорить о реальных же действиях. Мы не видим реальных действий. Даже по медицинским работникам мы видим конфликт. Менее 10% будут якобы получать поддержку со стороны правительства. Остальные 90% нет. Хотя остальные 90%, они же тоже работают, встречаются с населением. Их никто не знает, люди болеют коронавирусом или нет. Там почти 250 тысяч человек суммарно работают вместе с обслуживающим персоналом. И менее 20 тысяч человек попадают под эту программу. Вы понимаете, да? То есть, во главе страны работает непрофессиональное правительство. Что бы они ни делали, ничего не работает. Ни один механизм не работает. Соответственно, когда я говорю, что существует прямая угроза, что если правительство не осуществит ряд действий, что мы сейчас попадаем в катастрофу. Мы и так в сложной ситуации. Но в ближайший месяц-два, я говорю консервативно, вы увидите в течение апреля и мая, увидите, к сожалению, ужасающие последствия от действий правительства. Что будет? Если банкам люди не могут выплачивать проценты и вернуть кредиты, банки должны отражать у себя в балансе убытки. У них будет проблема, что им меньше денег возвращают или почти не возвращают. Соответственно, они не могут погасить свои обязательства перед вкладчиками, перед пенсионным фондом. И у нас наступает коллапс. Вкладчики не могут получить свои деньги. Пенсионный фонд тоже не может получить деньги. И все. И все у нас завалится. Ну и вы видите, что та помощь, о которой говорит правительство, в размере даже такой маленькой суммы, как 42 500 тенге, тоже не доходит. Какие выводы надо сделать? Выводы следующие. Пенсионные деньги пенсионного фонда, они уже обесценились. И еще буквально месяц пройдет, они обесценятся в два раза. Но это полбеды. Даже эти обесцененные деньги в ближайшие полгода могут не вернуться в принципе в единый пенсионный фонд. И наши граждане вообще останутся без пенсии. И никаких гарантий нынешний государство дать не может, потому что денег при таком управлении не будет. Это мы все должны отчетливо понимать. Я здесь никого не запугиваю, я вам говорю реальность. Я последние три недели активно выступаю, показываю, что будет с тенге, что будет с нефтью. Вы видите мои прогнозы, они методично исполняются. Вы все мне будете задавать вопрос. Я сейчас их получаю. А что делать? Люди в тревоге, теряют работу и спрашивают, что делать. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу объяснить, в чем причина всего этого. Причина всего этого в том, что один и тот же человек захватил власть, орудует как бандит. Он делает, что хочет, и мы молчим. Молчание миллионов позволяет ему делать, что хочешь. Я хочу сказать, во многих странах мира, там, где произошли революции, а именно в диктаторских странах, люди устали терпеть, выгнали, и там ситуация поменялась. И вот, представьте себе, что долгие годы вы молчали, вы не знали. Оказывается, вот эти деньги, которые были в национальном фонде, они надутые. Они сегодня раз и превратились в ничто. Я вчера подробно рассказывал. Ничто. Вы их действительно себе не ощущали, потому что эти деньги, 60 миллиардов, был недавно там суммарно до 100 миллиардов, если бы они были бы проинвестированы в нашу страну, были бы построены новые заводы, новые предприятия. У нас фактически не было бы нынешней ситуации. То есть сейчас он что хвастается? Я, говорит, накопил 90 миллиардов долларов, которые, как видите, нет. Но если бы эти деньги были бы направлены вовнутрь, построены новые заводы, фабрики, и у нас была бы диверсифицированная экономика, у нас бы тенге было бы сейчас стабильное, потому что мы бы покупали свои товары внутри страны. И не нужно было бы импортировать, искать валюту, доллары, евро и все прочее. Вот к чему провело длительное управление страной Нурсултана Назарбаева без конкуренции, когда он всех своих оппонентов задушил, затравил, когда народ молчал. И более того, совсем недавно, вот последние три года, я регулярно выступаю, объясняю, в чем причина, и говорю, что надо делать. Нам важно, чтобы осознание того, что нужно делать, было массовым, чтобы не узкая прослойка понимала, а именно массовая. К сожалению, это понимание, видимо, придет через пустой холодильник, через конфликты, через протесты. Вы все прекрасно знаете, что построено коррумпированное государство. Мы это терпели. Бизнес тоже терпел. Теперь смотрите, что получает бизнес. Сегодня вышло решение, тоже удивительное. Я смеялся, когда это увидел. Решение было так. Порядок установления предельных цен на продовольственные и другие товары. И вот представьте себе, мы вернулись в Совок, в Советский Союз, когда правительство утверждает перечень товаров и говорит, вы не имеете права повышать цены. Это было в Советском Союзе, когда устанавливали, фиксируют цену. Но реально от этого ничего не менялось, потому что товаров не было, дефицит был тотальный. Сахара, масла, колбасы, всего прочего. Я сейчас объясню его природу. И вот сейчас прокуроры, финансовая полиция будет ходить по магазинам и говорить, вы почему цену подняли так высоко? И предел установлен. Они считают, что предельный рост прогнозируемый не должен превышать 10%. Друзья, 382 был курс где-то несколько недель назад. сейчас минимум 450. Это на сколько? На 15% уже упал курс тенге. Это значит, те товары, которые будет покупать бизнес, они должны купить за рубежом, уже на 15% дороже. О чем говорится? Какие 10%? Тогда получается, что если бизнесмен этот товар будет продавать не на 10%, а на 15% дороже, его посадят в тюрьму. И получается, что бы этого не было, что будет делать? Бизнесмен этот товар привезут и будут продавать на черном рынке. Это уже было. Или вообще не будут привозить. Тогда будет дефицит. Потому что, ну кто себе будет в убыток чисто по курсу? Это сейчас 15%. Еще 2 недели, 3 недели будет на 30%, на 40%. Общий, минимум на 40% упадет. А они пишут, цена должна быть не больше на 10%. Вы понимаете, это абсурд. В правительстве вокруг Назарбаева собралась кучка непрофессионалов, которые не понимают, что такое рыночная экономика. Они понимают, что такое банковская система. Они просто ничего не понимают. И они не могут действовать в условиях кризиса. Представьте себе, что вы плывете в шторм, как они говорят, любят идеальный шторм. А ваш командир экипажа, он не умеет управлять. Впереди скалы, все прочее. А это, оказывается, школьник. Вы же будете в ужасе и попытаетесь перехватить руль управления. Будете искать, кто хоть что-то понимает во главе нашего правительства дилетанты и воры. Потому что то же самое Оскар Мамин, он просто разорил железную дорогу. Ну, конечно, не сам. Он разорял, относил Назарбаеву. И он сейчас премьер-министр. И вот все правительство устанавливает цены на товары. При этом как они могут это установить, если тенге падает, 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 а это валютный товар. Через две недели будет 40% разницы. Они здесь установили 10%. Вы же понимаете, что товар этого не будет. Поэтому, собственно, связаны с тем, что во главе страны находится кучка непрофессионалов, подобранные по определенному признаку молчайших, терпящих, исполнителей, мебели и все прочее. Дочек, которые вообще никогда ничего не знали о бизнесе, вчера разразилась гигантской статьей о развитии легкой промышленности. Как может, извините, эта хромая курица давать советы, как развивать легкую промышленность. Она ни одном заводе просто даже как зритель не была. А все носит только западное. И вот она рассуждает, как нужно развить легкую промышленность. Вы понимаете, что происходит? То есть, катастрофа. Рулевые в нашей стране, они абсолютно не профессионалы. Они воруют миллиарды долларов. Они в Швейцарии покупают по 120 миллионов долларов дома. Выводят деньги, воруют на газ. Своим подружкам по 500 миллионов долларов, как Гога Ашкенази просто так переводит Тимур Кулебаев. И все это безнаказанно. Вы понимаете, в какую ситуацию мы попали? И хорошо, что цены на них не падают. Даже не коронавирус этому виной. Наша страна сырьевая. И когда цены на сырье падают, обнажаются все проблемы в экономике, в образовании, везде. То есть, мы сейчас все должны осознать, что эта политика, которую осуществлял Назарбаев, закончилась. Достаточно ценам на нефть просто продержаться на этом уровне до конца года. Все. Буквально через несколько месяцев наступит ситуация, когда вам бюджет страны не будет в состоянии выплачивать заработную плату. Именно поэтому вы сейчас не можете получить 42 500 тенге, потому что денег нет. И придумаются разные механизмы, чтобы вы не получили эти деньги или получила какая-то узкая группа и они сказали бы вот мы получили 10 человек из тысячи получат, они будут создавать видимость, что все-таки это работает. 100 человек кому-то кредит отложит на 3 месяца процента и все прочее. он скажет ну я же смог и тут такая будет говорить вот видите программа принята все работает просто вы там должны лучше ходить лучше писать значит обосновывать и так далее это машина которая работает холостою ладно бы если бы это не касалось вашей жизни это касается жизни всех цены на нет упали и они обнажили все они обнажили что наше население молчит наше население всего боится наше население фактически это государство превратило в рабов наше население запуганное а кучка то всего небольшая вы понимаете да что происходит в нашей стране поэтому когда вы говорите что делать первое мы должны осознать мы находимся в катастрофической ситуации и пусть они там не рисуют свои 90 миллиардов их нет пусть они не рассказывают что денег в пенсионном фонде их нет потому что они уже их растащили по своим банкам засунули его неэффективные проекты убили все это вам только рисует отчетность реальности этих денег нет наверное я нарисовал мрачную картину ну друзья вот 90 миллиардов ну раньше вы их видели нет считайте что их нет я для чего все это говорю когда мы добьемся смены режима а я сейчас объясню почему это произойдет неизбежно мы будем работать с чистого листа у нас не будет тех самых 90 миллиардов долларов но самое главное у нас будет целом образованная страна у нас будут серьезные природные ресурсы и мы просто просто перекрыв каналы воровства просто перекрыв решим все вопросы мы даже не будем ориентироваться что мы конфискуем их собственность а мы все равно конфискуем это будет наш бонус у нас что-то еще останется какие-то запасы все это будет как наш бонус дополнительный я хочу сказать что с чистого листа если мы их зачистим уберем их от власти возможностей страны достаточно для этого нужны чтобы во власть пришли профессионалы не просто которые поют песни хорошо которые могут говорить на пяти языках это все хорошо во власть должны прийти люди которые знают куда ее вести как вести что делать которые прекрасно понимают какие политические реформы сделать нужны экономические реформы как уйти от монополии и как наказать этих наглецов которые 30 лет обманывали страну мы это должны осознать и когда мы осознаем массово будет следующее когда мы призываем выйти на митинги ну приходит 10 тысяч 5 тысяч человек в разное время по-разному 500 человек 300 человек и люди говорят ну вот митинги бесполезные нет я по этому поводу говорю будет результат когда выйдут сотни тысяч на улицу и тогда вся эта полиция от нее никакого толку не будет она его не будет Назарбаева защищать и мы сменим этот режим вот что нам нужно добиться но для этого нужно чтобы основная масса населения поняла что нынешнее руководство преступное мы стоим на бороге катастрофы нам нужно самим себя спасать и только тогда когда все осознают выйдут на улицу десятки тысяч вот чего я добиваюсь когда раскрываю сущность того что происходит что пенсионные деньги похищены что все программы которых заявляет Такаев они не работают вы сами на себе это убедились и не будут работать что во главе страны находится кучка непрофессионалов которые принимают абсолютно непрофессиональные решения от которых никакого толка не будет и если мы буксуем стоим на месте когда мир быстро меняется посмотрите что американцы сказали когда не хватало аппаратов по искусственной вентиляции легких сегодня Трамп заявил что они закрывают свои потребности и собираются экспортировать две недели всего лишь прошло две недели и Америка сказала мы решим проблемы всему миру по этим приборам две недели а у нас разве решена хоть какая-то проблема вы понимаете насколько эффективное государство это Америка обладающие гигантскими ресурсами интеллектуальными инженерными самыми разными понимаете да то есть у нас неэффективное государство которое не может во главе этой политической верхушки решить никакие проблемы и хорошо что эти проблемы наступили я понимаю что сейчас десятки тысяч людей не имеют средств существования я понимаю что завтра эти люди выйдут как и матом они выйдут на площади страны и очень скоро наступит момент когда основная масса населения осознает что это воровская клика в руля и что нужно их менять вот что нужно делать когда мне говорят что нужно делать да идите в Акимат да требуйте пишите выходите тысячами десятками и они вас не смогут трону потому что вас будет много и они даже при этом не решат ваши проблемы потому что это кучка непрофессионалов не способных что-либо делать это кучка импотентов неграмотных непрофессиональных они ничего не умеют делать и поэтому мы в этот момент когда нас будет много приходить к Акиматам и так далее мы будем все вместе осознавать и понимать что пришло время мы назначим дату и в конце концов мы сменим этот политический строй и чтобы вы понимали ничего плохого такого ужасного вот если глобально смотреть нет мы будем сильной страной у нашей страны огромные возможности самое главное убрать эту коросту которая наросла на тело народа нужно ее убрать выдвинуть вперед грамотных людей их нашей стране достаточно из бизнеса из системы управления из науки откуда угодно они в нашей стране точно есть и тогда мы изменим все а сейчас к сожалению в ближайшие несколько месяцев нашему народу придется пройти быстрое образование должно созреть основное основная часть населения должна созреть и сказать нам с этим режимом не по пути нам такой Эльбасы не нужен нам не нужны дочки которые нас получают Алия в частности говорит вам прекрасных выходных тут матери не знает чем детей прокормить они из своих дворцов из бассейнов отдыхают все прочее к ним ходят массажисты самолеты все прочее а ну оттуда привет населению говорит вы там на этом карантине отдохните нам зачем такая политическая верхушка которая издевается а мы их терпим и поэтому падение цен на нефть в коронавирус это будет оздоровление всей нации да нам тяжело но мы переболеем этим и завтра выздорове всей страной Алга Казахстан у нас и все и